Всем привет. Нам приехала посылка с Украины. Давненько уже этого не было. Последний раз я даже не помню, когда это было. В том году. В том году. Не, летом. Летом приезжала. Когда Адрейс видел. Летом была, а до этого я уже не помню когда. В общем, сейчас уже приехала посылка. Один знакомый ехал, ну ездил на зимние праздники в Украину и привез. Помог. Сейчас посмотрим, что здесь. Что нам тут пани Светлана передала? Так. Пупырышки вижу. Пупырышками отвернули. И поехали. Первое. Кёртисман. Спасибо. Здоровое. Мохан с тропическим. Вот так. Спасибо. Почему чаи? Потому что мы любим, короче, чаи. И в Украине они получше. Тут только рассыпные. Рассыпные хорошие. Но это дорого выходит. А в Украине с этим как-то, не знаю, проще. Здесь в Польше много пакетированных. И поэтому... А мы не любим пакетированные, потому что там мусор и всякое такое, они не вкусные. Еще мы любим зеленый чай, поэтому мы любим больше такие рассыпчатые. И третья пачка зеленый чай, персик и априкот какой-то. Вот так выглядит. Отзывы потом об этом чае, соответственно, конечно же, запишем. Потом мы заказывали ушные капли. Ну, это так, для профилактики, чтобы были. Форофселин. Это когда болит горло полоскать. Потом нефороксазид. Ну, это когда желудок болит. Да, короче, хорошо помогает. Да. Потом глазные капли тоже на всякий случай. Вот как с Темой был случай. Да, кстати, были старые капли еще, когда Аня сюда въехала полтора или два года назад. Капли еще срок годности остался месяц. Я буквально вложился в последний месяц. За счет две недели остается. И капли реально помогли. Нет, я тебе больше. Я думал, это ячмен лезет. Оказалось, это не ячмень, а просто надуло. Эти больше, скажи, это капли с 17-го года. Мы их убрали в первую нашу Польшу. Это витамины. Тут секретная капсула. Секретная капсула называется борная кислота. И озировка Поляна Квасова в виде меда. Натуральный домашний мед. Тут мы тоже уже нашли точку с хорошим медом. Но 95% мы уверены в нем. 5% все равно остается, что может быть где-то что-то подменять. Подменили. А тут 100% домашний. И тот мед, который мы берем здесь, это у них там пасека своя. Мы приезжаем, грубо говоря, на пасеку и берем там очень-очень много разных видов. Еще все так упаковано в баночках. Прикольно. Вкусный мед. А теперь переходим к следующему. Уже прошло пару дней. И что, у нас сегодня плюс 10, даже почти плюс 12. Мы решили сразу после работы, может быть, проехаться на велосипедах. Тут я вспомнил, что мне надо поменять заднюю покрышку, потому что она с определенным дефектом. Но сразу при продаже велика мне дали новую. Поэтому как бы мое дело только поменять. Поэтому сейчас я меняю быстро покрышку и мы попытаемся проехаться. И если это дело, все не затянется. Быстрый таймлапс и погнали. Колесо сняли где-то за... Сколько? За 2 минуты. Все шестигранненько. Вот так вот это выглядит. Покрышка оригинальная. Но с дефектом. Какой дефект? Сейчас покажу. Вот бульба есть. Короче, это тросы внутри покрышки, грубо говоря, порвались. И все. Мне интересно, что там камера сидит. Ага. Тут есть... Что, без камерки стоит? Без камерки стоит. Тут без камерки стоит. Все. Я уже разорвался. Вот это поворот. Тут даже стояла без камерная система. Прикольно. Ну ладно. Я думаю, что она такая липкая. Да, вот. Тут был залит герметик. Обидно. Обидно, что такое. Крышка испортилась. В общем, камера оказалась без камерной. Я к такому не был готов уж точно. Поэтому надо будет купить герметик. Ну и залить свой герметик. Будет полностью без камерная система. Интересно, что у Вани еще. Если у нее тоже без камерной. Не, это прикольно. Это очень сокращает вес. Уменьшает вес. Я, в принципе, хотел без камерной. Но это вообще изначально дорогое удовольствие. Но раз тут уже обода предусмотрены для этого. И одна покрышка цельная. Но в эту, в принципе. Ну, такие вот дела. Поэтому буду еще думать, что лучше сделать в этом случае. Воу. Ну что, привет. Сегодня у нас уже пятница. Рабочая неделя заканчивается. Там у нас вдруг стоит разобранный еще. Видно, видно. Почему разобранный, увидите в следующей серии. Будет большая, наверное, распаковка. Я так думаю. К тому времени. И вы увидите, что мы заказали. Что будет. И что вообще происходило. А сейчас мы будем делать гофры. Кофе вкусное. Поэтому приглашаю вас за стол. Погнали. Аня, ты готова? Аня всегда готова. Аня всегда готова. Знаешь, идем к Ане. Итак, мы здесь. У рабочего места. Робот подготовлен. Ингредиенты подготовлены. Так, берем, высыпаем сахар. Сахар. Ничего. Сахара много? Нет. 30 грамм сахара. Потом высыпаем. И одно яйцо. Теперь добавляем масло, растопленное предварительно. И продолжаем. Тем временем гофровница у нас забреется и кофе заваривается. Варится. Ай, вкусно. Всем приятного аппетита. Что у экранов. А еще мы купили такую вот варенную сгущенку. Ее хвалили. Говорят, очень вкусная. Хотим попробовать. Если что, продается в бедренке. Высыпаем муку. На большую скорость его включать, наверное, или нет? Да. Молоко. 70 миллилитров. Правница уже пахнет. Потому что на ней готовили. И ее после того, как приготовили, мыть не надо. Поэтому уже пахнет. Слышишь? Да. Три грамма разрыхлителя. И чуть-чуть соли. Ускоряем. А тем временем смазываем оливковым маслом. То есть мы пшикаем гофромесе. Очень люблю в кофе добавлять секретный ингредиент. Зелье какое-то. Приворотное. Приворотное. Потом спрашивают, что я в сторисах так смеюсь. Странненькое. А я бою. Подмешали что-то. Подмешали. Аня, что-то мудрит. Тесто у нас уже почти готово. Оно должно быть такое сметанообразное. Прекращай. Давай уже все. Пора за стол. И так. А теперь по ложечке ложим на каждую ватульку. У нас гофровница. Это не только гофровница. А и гриль. И сэндвичи можно делать. И еще можно делать гофры. Все. Поможем. Просто берешь, меняешь вот эти вот плитки. Вверху и внизу. И все. Теперь закрываем. Внутри. И так. Пять минут прошло. Ура. Есть. Домашние гофры. По крайней мере лучше, чем запечатанные в упаковке, купленные в магазине. В принципе, те же вафли. Я не знаю. Аналог вафлям. Да? Ну, прикольно. Их очень прикольно. Есть с этой, с подливкой и, как их называют? Сливки. Сбитые сливки. Две есть. Две есть. И сейчас еще две делаем. И... Чтобы все не остыли. Чтобы не остыли. И будем пить вместе с кофе. Делаем следующую партию. Уже как-то охота попить кофе. А кофе, тем временем, уже почти готово. Греться, греться. Главное, смотри, кстати, чтобы она не закипела. Да, я вижу. Сейчас уже буду пить. Как урон у нас эта крутая вещь. Мы давно хотели такое. Ну, мы купили самую обычную. Просто в Лидле была по акции. В один момент мы ее взяли и все. Можно было запариться. Купить, например, Тефаль и так далее. Но смысла нет. Потому что это всего лишь овровница. Ее используют там, не знаю. Мы ее используем сколько? Где-то раз на три недели. Да. Ну вот, максимум раз на три недели. Стоила она 70 злотых. Сидесят. 60 или 70 злотых. Ничего, прикольная штука. Для разнообразия самое то. Поэтому, если вдруг думали, то берите. Свои деньги, по крайней мере, точно оправдывают. И кофе у нас уже готово. Пахнет как? Кофе плюс гофры. Да. Я думаю, вам там уже всем вкусно. В общем, гофры мы сделали. Раз, два. За сколько мы ее? За... Минут 15. 10-15 минут. Все. Кофе, гофры. И кое-что интересное сейчас открываем. Мы никогда ее не пробовали, но, надеюсь, очень вкусно. Опа. Я не знаю, какой вкус, но мне сразу Украина вспоминается. В последний раз там ел такое. Да-да. И то я не помню, когда. Ну, сейчас, сейчас в прямом эфире все. Ну? Это как будто привет с Украины. Почти то. Чуть-чуть чего-то отличается. Не понимаю, чего. Ну, она на 90% такая же. Угу. Будем знать. Да. В общем, вот такой вот сегодняшний вечер. Сейчас мы пьем кофе. Дальше Аня по своим делам. Я по своим делам. Делать следующую серию монтаж. Не забываем, что следующая серия будет с распаковкой кое-каких вещей для велосипедов. Поэтому подписывайтесь в Инстаграм. Подписывайтесь в Ютубе, чтобы не пропустить серию следующую. До скорых встреч и пока-пока-пока.